Физкульт, привет! Друзья и ученики, просто случайный зритель. О чем сегодня хочется поговорить, пока я возвращаюсь домой? Есть у меня минут 30. Так вот, поговорить хочется о таком вопросе, который беспокоит очень многих людей. Мне его постоянно пишут, по крайней мере. Это полнейшее отсутствие желания, мотивации тренироваться, грамотно питаться. Давайте порассуждаем, поговорим на эту тему. Отвечать на ваши вопросы я сейчас не буду, не смогу просто, во-первых, одновременно рулить, следить за дорогой и читать вопросы просто нереально. Поэтому, если у вас появляются какие-либо вопросы, пишите их в стационарных постах, в Instagram, пишите мне в личку ВКонтакт, а лучше всего пишите ваши вопросы в комментариях на YouTube-канале. Я там на все абсолютно вопросы, даже бестолковые, глупые, а таких не бывает, это я говорю о троллях, отвечаю. Итак, с чего нужно начать и что нужно понять, если вы не хотите тренироваться и если вы не хотите менять привычки в питании? Начинать нужно, друзья, с того, с осознания вообще, для чего вам это нужно. В идеале, как советуют психологи и многие специалисты, кто работает в этом направлении, говорят все одно и то же. Нужно четко сформулировать свои задачи, цели, а я бы сказал ваши интересы, что вам хочется от жизни. Если у вас ваши цели и задачи никак не пересекаются с тем, чтобы начать грамотно питаться, хорошо тренироваться, то возможно вам этого и не нужно просто делать. У людей, которые дисциплинированно выдерживают хотя бы полгода тренинга, в 99% случаев вырабатывается привычка, навык, зависимость, если хотите. Я бы сказал зависимость, потому что лично у меня выработана жесткая зависимость, как есть, чтобы выжить, дышать, как заниматься любовью с любимым человеком. Мне на это мотивация не нужна, понимаете? И у меня реально такая ситуация и с тренингом. Я, наверное, помру под штангой. Мне это необходимо, жизненно необходимо, как воздух. Естественно, я к этому пришел, именно если мы говорим о занятиях в тренажерном зале. Но я с детства занимался физической активностью, спортом, учился в спецклассе по футболу. Я не представлял себе жизни вне какого-либо спортивного занятия. Ну вот реально не мог себе представить. Возможно, это какая-нибудь болезнь, отклонение. Но это правда. Чего от нее открещиваться и этого скрывать? Но, как мы уже выяснили, есть люди, которые не могут себя мотивировать, заставить. Так вот, напишите себе цели. И эти цели должны быть вашим мотиватором на протяжении какого-то определенного времени. Пока ваши занятия дисциплинированные не принесут вам уже той внутренней мотивации, которая не будет требовать внешних факторов, мотивирующих от вас. Это очень важно понимать. Смотрите, какая зависимость. Нужно начать думать. Ведь вы слышали, да, что мысли определяют сознание, сознание определяет бытие. И это правда. Это так работает. Это истина. Начните жить так, как будто вы все это любите. Не то, что вам это нужно, а вы это любите. Ведь еще Шекспир писал, что вся жизнь игра, а люди в ней актеры. Так сыграйте самого себя. Представьте, что вы продюсер, сценарист, оператор, режиссер. И вы снимаете свою жизнь. Пускай фантастическую. В которой вы супергерой. В которой вы суператлет. И придерживаетесь железной дисциплины в плане режима дня. В плане питания. В плане тренировок. Ну, естественно, один мне в комментариях написал, когда я выкладывал пост по мотивации и дисциплине, что важнее. Типа дисциплина, если ты болеешь, у тебя травма, ты по дисциплине идешь тренироваться, ты себе еще вредишь. Ну, если вы даже так размышляете, то это уже дебилизм. Дисциплина дисциплиной. Но даже я, когда серьезно заболеваю или даже просто простываю, я не хожу в зал. Просто, чтобы не заражать никого. Во-первых. А во-вторых, чтобы не перегружать свой организм. И так иммунная система угнетена. Зачем еще куда-то ходить в тренажерный зал, напрягать себя, создавать своему организму лишние, ненужные проблемы. Ни один человек в здравом уме так не будет поступать и не будет делать. По-моему, это очевидно и понятно, как дважды два. Но вот когда вы начнете играть такую роль, в которой вы будете играть самого себя, и при этом грамотно питаться, грамотно восстанавливаться, соблюдать режим дня. Представляете, как это круто скажется на вашей жизни, на ваших мыслях в целом. Это один из способов, на мой взгляд, самых интересных. Потому что игра – это лучшее, что может быть. Вспомните себя в детстве. Проблема взрослых в том, особенно мужчин это касается, что они забыли, что сами когда-то были детьми. Забыли, и многим это даже кажется стрёмным. Многие пытаются показать, какие они взрослые, какие они там... Я даже не знаю, как подобрать это слово. Я веду себя как ребёнок. Со стороны иногда и часто это кажется глупым. Но мне плевать. Ребёнок шикарен в своей непосредственности. В основном дети делают, что хотят, думают и говорят то, что думают. Понимаете? Если вы будете постоянно, постоянно пытаться кому-то что-то доказать, то вы проживаете жизнь не для себя, друзья. Вы живёте для кого-то другого. Лучшее доказательство того, что вы живёте для себя, это жить для себя, ради себя. И если кто-то скажет, что это эгоизм, это неправильно. Только человек, живущий для себя, ради себя, может понимать ценность вообще жизни, ценность существования. И где нужно помочь. А в большинстве случаев помощь, особенно если тебя не просят, не нужна. Многих людей помощь, жалость оскорбляет. И лично я считаю, что жалость она унижает. Именно поэтому люди с ограниченными физическими возможностями, инвалиды, я не вижу в этом слове ничего плохого, называйте как хотите. Ну просто сейчас не принято так говорить. И поэтому, скажем, люди с ограниченными физическими возможностями очень-очень болезненно реагируют, когда к ним относятся как-то иначе. Особенно если видят жалость. Никогда так не поступайте, друзья. Относитесь к любому человеку как к равному. И вы тогда увидите, насколько меняется жизнь, насколько меняется сам человек по отношению к вам. У меня часто не получается такое. И мне и жена часто ставит в укор, что вот если мне не нравится человек, если я вижу, что он гондон, я ему говорю в лицо, что он гондон. И не важно, это мой бизнес-партнер. Не важно, как это все сложится в дальнейшем отношения. Но часто даже, да, из-за этого страдали мои какие-то бизнес-партнерские отношения. Но по-другому я не могу. Не хочется, знаете, переступать через себя, перешагивать и общаться с теми людьми, которые по сути своей являются дерьмом, говном. Зачем? Вот простой пример троллей на моем канале. Их становится все меньше и меньше. Мне уже даже как-то обидно. По чизму. Ведь потому, что я отношусь к ним по-детски. Я не чморю их в ответ. Я им говорю просто, что если вы, ребята, даете обоснованную критику, это очень здорово, это мне помогает. Но большинство троллей что делают? Все равно, что пердеть, извиняюсь за выражение. Но это именно подходит под это. Потому что их нерод создает то же самое, когда говорит какую-то гадость. И посмотрите, существует куча пабликов, да, существует куча ютуб-каналов, которые живут только за счет того, что выискивают любую мелочь, любой негатив. А чем глубже, вонючее, чем концентрированная вот эта вонь, вот это говно, тем больше они повышают удовольствие. Хайп на этом ловят. Конечно, кто-то скажет, да, какая разница, на чем ловить хайп. Да нет, друзья, разница огромная. Если мне неинтересно искать какое-то говно в других людях, то это говорит только о том, что мне вообще говно просто, в принципе, неинтересно. А что вы думаете? Есть люди без говна? Не бывает святых. Нет святых людей. Но мне очень нравится деление людей на мух и на пчел. Одни видят цветочки, солнышко, позитив. Что видят мухи, на чем сидят, что они ищут, что они кушают, что они из себя выдают? Ответ очевиден и понятен. Поэтому никогда учитесь, и я тоже этому учусь, не отвечайте негативом на негатив. Это не есть праведный путь. И неправильный путь с точки зрения религии, с точки зрения веры. А это правильный путь, неправильный путь, с точки зрения философии жизни. Потому что только когда вы можете отвечать позитивом, на позитив, соответственно, в этом нет никакой сложности. Но вся магия жизни, волшебство жизни наступает только когда вы овладеете мастерством отвечать позитивом на негатив. Но что самое главное, вы не должны в себе вызывать вот это ощущение негатива. Это очень сложно. У меня очень часто это бывает. Вы это тоже видите. Но я работаю над этим. Это настоящая магия, друзья. Та, которая преобразует жизнь, жизнь любого человека, в настоящую философию позитива. И мир вокруг вас чудесным образом меняется. Меняется настолько, что в вашей жизни просто не появляются люди, мухи. Они тонут в этом болоте негатива. И он до вас просто не доходит. Отлетает от вас, как теннисный шарик от теннисного столба. Вот к чему нужно стремиться. К чему такая большая прелюдия была, да, к тому, как это сказывается на том, на тех людях, которые не хотят тренироваться. Нет у них мотивации. Да все очень просто. Это все очень-очень сильно переплетается. Ваше сознание, то, как вы думаете, о чем вы думаете, формирует всю вашу жизнь. Единственное, что в большинстве случаев это как смотреться в зеркало. Вы сразу видите отражение, да. Когда вы начинаете преобразовывать свою жизнь с точки зрения позитивного отношения к миру. Это как заторможенное зеркало. То есть вы смотрите в зеркало, представьте, но не сразу видите себя через какое-то время. Так вот, чем больше у вас опыт, чем больше в вас вот этого чистого намерения, тем быстрее приходит отражение. Живите уже так с мыслями, как хотите. К примеру, хотите быть богатыми. Не думайте о том, как вам хреново того, что у вас нет денег, и как вам было бы хорошо, что они у вас появятся. Живите так, как будто вы уже богаты. Именно с таким менталитетом, с таким отношением к жизни. И жизнь просто постепенно, современно подстроится под вас. Со временем. И это все работает, друзья. Я это доказывал уже не раз личным своим опытом. Понимаете? Я имею в своей тачке Lexus. Имею свой зал. Один из самых, если не самых огромных, не только во Флориде, а может быть и в Штатах. Но это я не хвастаюсь, друзья. Я это вам говорю, что любой другой человек мог просто повеситься, наложить на себя руки, либо забухать. Нет. Я понимаю, что жизнь это отражение моих мыслей. Почему говорят, что бойтесь своих желаний, они иногда сбываются. Я всегда хотел жить в Штатах. И связано это не с тем, что Америка такая шикарная страна. Нет. Просто с детства я был уверен, когда был ребенком, что приеду в Штаты воевать как раз-таки против американцев на стороне индейцев. И я приехал во Флориду, в самый крупный штат, где жила самая крупная народность Семенолы. Индейцы вообще неправильно назвали. Это обобщенное название всех коренных жителей Америки. Никогда коренные жители Америки не называли себя так сами. У них есть свои названия Семенолы, Ацтеки, Майя те же, потом Абачи, более всем известные, Каманчи, Дакотта, Ютта. Вот это названия коренных жителей Америки. Их очень-очень много. Геноцид страшный произошел. Не было в истории, в известной истории, более страшного геноцида, чем сделали американцы с коренными жителями Америки. Это страшно. Но почему я считаю индейцев настоящими людьми, на которых стоит равняться? Потому что это были свободные люди. У них была своя земля. Кстати, вот когда все сейчас кричат, что мы свободны, нет. У нас отобрали землю, а без земли человек не может быть свободен. Многие, кстати, это понимали, но это понимание на корню убивают и в основном уже убили. Индейцы предпочли смерть, чем быть несвободными. Не было ни одного раба среди индейцев. Переходили некоторые на сторону белых за определенные блага. Но это уже другая история. Рабов среди них не было. Поэтому, друзья, то, как вы мыслите, обязательно проецируется в нашей жизни. Что очень важно еще понимать. Проецируется все, в первую очередь, то, когда ваше намерение максимальное. Вот представьте себе просто ситуацию. Вы хотите много денег, да? Такое абстрактное. Ну, хочу и хочу, да. И вы, к примеру, боитесь попасть в аварию автомобиля. Боитесь этим, как не знаю чем. Это самый ваш большой страх. Так вот, этот страх у вас в сердце, у вас в душе, в голове. И намерение получается таким мощным, что жизнь воспринимает это как необходимость для вас. И оно обязательно так сделает. Мы никогда не знаем, как, какое событие отразится на нашей жизни. И когда мы хотим чего-то и учим жизнь, как это сделать, мы только мешаем и жизни, и себе. По той простой причине, что иногда бывает так, что жизнь только через какое-то определенное негативное действие может привести вас к вашей цели. Но нету других дорог. Нету других возможностей. Но мы будем воспринимать это как негатив, хотя со стороны жизни это подарок. Начнем навешивать ярлыки, начнем переживать, плакать, стонать, сетовать на жизнь. Понимаете? И этим самым только еще больше вносить непонятки какие-то в наши желания. И в планы. Поэтому, друзья, никогда, чтобы с вами не случилось, не воспринимайте это как негатив. Никогда. Всегда, всегда благодарите жизнь за то, что происходит. Потому что это правильно, и только так можно достигать своих целей. Ну ладно, сложно. Сейчас трафик очень сильный у нас. Время 3 часа. Сложно следить и за тем, чтобы не создавать никакой аварийной ситуации. Надеюсь, я вас никого не утомил такими размышлениями своими. Пускай не совсем, как многим может показаться, на тему спорта. Хотя это не так. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Нравятся ли вам такие выпуски? Делать ли мне такие выпуски? Если вам нравится, будем часто философствовать на различные темы. Пишите темы, на которые вы бы хотели подискутировать. Мне это всегда интересно, всегда приятно. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами. Когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней. Отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их. Проверьте свои знания. Проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте. Только развивались, только двигались вперед. Сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию. На все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время. Просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг. Тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok